Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал, Instagram и страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Оля Жемчугова хочет продать квартиру в Москве, которую она выиграла в конкурсе Человек-года. Девушка планирует добавить денег и купить трехкомнатную жилплощадь в Братске. Ведь там рядом ее друзья и мама, которая всегда готова помочь с ребенком. Глеб Жемчугов категорически против. Он хочет творчески развиваться и жить в столице. Вот некоторые комментарии зрителей. Я так и знала, что эта квартира для них деньги, а не для ребенка. Оля из поселка Кавалерово, а Братск это город-административный центр. Так что в любом случае они были бы выигрыши. Это ее квартира пускай продает, если хочет. Быть рядом с родными – это святое. Не думаю, что застройщик разрешит им это сделать какое-то время, потому что квартира рекламная. Придется им в ней жить и фанатично хвалить районы застройщика. Настя Волынец и Богдан Бобрик выселили семью Трегубенко из комнаты, аргументировав тем, что супругам пора проверить свои отношения. Также Настя хочет привезти на Дом-2 свою дочь. В ответ Игорь и Элла покинули проект, правда, всего на 4 дня. По словам Саши Харитоновой, они взяли отпуск на несколько дней, чтобы подумать и принять окончательное решение. Ребята на поляне обсуждают тему, почему же в паре Ани Малько и Ильи Кроткова нет интима. Видимо, Аня ему не доверяет, хотя и признается, что влюбилась. Малько теперь ждут большие испытания. К Илье пришла бывшая девушка. Илья не поставил точку в их отношениях, он просто отключил телефон и ушел на проект. Также Илья ходит на свидания с Майей Донцовой. Сегодня ночью он оказался в бассейне, а позже и в бане с Майей. Его законная девушка Аня в это время терпеливо ждала его возвращения в их комнате. Лиза Полыгалова была на свидании с Ваней Барзиковой. На Сейшелах невероятные виды и романтическая обстановка, пишет девушка. Они целовались, несмотря на то, что Барзиков находится в отношениях с Алисой Огородовой. Саша Задойнов и Ирина Пинчук съездили на романтическое свидание. Также они участвовали в красивой фотосессии. Винцеслав Вингрыжановский заселился с Катей Кауфман. Теперь они официально пара. Участники на Сейшелах устроили в честь заселения вечеринку, которая продлилась до утра. Катя отмечает, что Винц очень добрый человек. Он предложил девушке, у которой не оказалось жилья, спать с ним, вместо того, чтобы она спала на улице. Но дело не только в этом. Винц ей нравится как человек. И по мнению Кати, он ничем не уступает ни Задойнову, ни Барзикову. Семен Фролов тоскует по Руслане Мишиной. Он жалеет о том, что потерял. Я так и не понял, какая она, любовь, пишет Фролов. Боишься сказать «люблю», чтобы не вспугнуть – это редкое волшебное чувство. Мы оба боялись это говорить. Я в какой-то момент все испортил. Столько лет, а ума все нет. Не бойтесь говорить «люблю». На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, Instagram и страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok